Всем здравствуйте! Сегодня 12 апреля 2021 года, 18.00. Мы сейчас находимся на одной из заправочных станций Беларусьнефти и сейчас мы приступим к розыгрышу рекламной игры, которая называется «Март на драйве». Немного информации, как обычно, в начале игра проводится с 1 марта 2021 года по 21 мая 2021 года, включая периоды розыгрышей и вручения призов. Как всегда, с нами на съемочной площадке, на нашей импровизированной, находится комиссия, которая будет следить за тем, чтобы розыгрыш прошел корректно и правильно. И я с удовольствием представляю. У нас сегодня в комиссии Ольга Леонидовна Лукашевич находится. Здравствуйте! Александр Петрович Стельмах находится тоже. Елена Александровна Василькова. Очень хорошо. И Диана Сергеевна Садовская. Здравствуйте! Теперь, собственно, информация о самом розыгрыше и о том, что необходимо было выполнить, какие условия для того, чтобы принять участие в этой игре. Иметь зарегистрированную карту заправка. Вы представляете, как она выглядит, конечно. Либо приобрести данную карту заправка и заполнить анкету участника программы заправка, указав при этом достоверные данные, а именно фамилию, имя, отчество, дату рождения, номер мобильного телефона, населенный пункт, а также адрес электронной почты. И что очень важно, совершить три покупки топлива на ЗС сети Беларусьнефть в различные даты на сумму не менее одного белорусского рубля, каждая в период с 1 марта 2021 года по 31 марта 2021 года, включительно, с использованием карты заправка. Мы сейчас говорим о рекламной игре «Март на драйве», поэтому даты такие. Что мы сегодня будем разыгрывать? Снова разыгрываем два типа призов. Первый – это главный приз. Это денежный приз 30 тысяч белорусских рублей и денежные средства для уплаты налога в размере 4460 белорусских рублей и 34 копейки. Ну, для того, чтобы приз получился целиком и полностью вашим. А также следующим этапом мы разыграем утешительные призы. Утешительных призов будет 300. Естественно, всем разыгрывать не будем. Мы разыграем только первый номер. Это сертификат на приобретение товаров и услуг сети «Беларусьнефть» на сумму в 50 белорусских рублей. Ну и напоследок. То, что касается главного приза. Организатор дополнительно определяет один альтернативный номер победителя для главного приза. Альтернативным победителем становится участник игры с номером через 5000 номеров от победившего номера участника. Определение выигрышного номера получателя утешительного приза происходит следующим образом. Формируется номер участника игры. Первого будем доставать шары, как это обычно делаем. И следующими 299 победителями становятся последовательные участники игры с номерами через каждые 600 номеров от последнего выигрышного номера участника игры. Для каждого утешительного приза также определяется альтернативный победитель, один которым становится участник игры с номером, следующим за основным выигрышным номером участника игры. Все очень сложно, но с этой информацией можно ознакомиться, сами знаете где. Приступаем к розыгрышу. Итак, главный приз 30 тысяч белорусских рублей. Для этого у нас есть лототрон, вот непрозрачный, абсолютно пустой, вы слышите, там ничего не дребезжит. Вот комплект шаров из 10 штук, я вам буду показывать, демонстрировать, когда буду загружать их в лототрон. Ну и сейчас узнаем, я вам сообщу, количество игровых номеров. Их у нас, номеров участников 155 889. Начинаем по порядку. Формируем номер с первого слева. Так как у нас 155 тысяч, первая цифра у нас в номере, в этом числе единица, поэтому загружаю шары 0 и 1. 0 и 1. Закрываем лототрон. И, не глядя, извлекаю шар. 0. Это значит, что у нас сейчас в лототрон отправляются все шары от 0 до 9, то есть от 10 шаров. 0 у нас у меня в руках, я его бросаю обратно. Единица там находится, ну и загружаю дальше. Два, три, четыре, пять, шесть, точка внизу, семь, восемь, девять, точка внизу. Пропрощаю барабан. За это время пока напишу, у нас первая цифра 0. Единица. Забрасываю обратно. Вторая цифра выигрышного номера единицы. И по порядку. Что, что? И по порядку. Пропрощаю ребятам. Как это очень интересно получается. Сейчас. Я не имею права говорить, какой я не хочу вытаскивать номер, чтобы сбить всю эту историю, потому что каждый имеет право на выигрыш. Семь. Ну вот. Нарушил концепцию. Семерка. Тенденция, я бы сказала, а не концепция. Вращаем лототрон. Единица. Ну и последняя цифра выигрышного номера. Сейчас мы узнаем, буквально совсем скоро узнаем имя человека, который у нас сегодня выигрывает 30 тысяч белорусских рублей. Пригласите кого-нибудь вытащить шар. Кого? Кого пригласите? Кого-нибудь пригласите вытащить? Да, да. Хотите вытащить шар? Хотите? Кому-нибудь поможете? А можно вам? Ну, конечно. Ну, у вас просто кувит, как будто вам можно. Можно. Вам нужно сейчас, не глядя, не глядя туда вот руку, значит, всунуть максимально, перемешать шарики, какой-нибудь достать и показать нашим зрителям. Сейчас цифра. Один. Единица. Забрасывайте обратно. Спасибо вам большое. Так, у нас номер 012711, правильно? Да. Житкевич, Олег Георгиевич. Волковысь. Волковысь. А сколько лет, чтобы знать, как разговаривать с человеком? 50. Уважительно. Нет, так уважительно со всеми нужно разговаривать. Олег Георгиевич. Сейчас попробуем пообщаться с Олегом Георгиевичем, если дозвонимся. Но очень надеемся, что дозвонимся и его обрадуем. Такой человек в понедельник совершенно ни о чем не подозревает, да? Конечно. Я думаю, что он будет рад. Самое главное, чтобы он сейчас поднял трубку и мы ему сообщим эту новость. Олег Георгиевич. Да, я запомнил. Здравствуйте, это Олег Георгиевич. Да. Олег Георгиевич, меня зовут Георгий, я вам звоню сейчас от компании «Беларусьнефть». У меня для вас есть хорошая новость, это правда абсолютно серьезная информация, но прежде чем я вам ее сообщу, хочу спросить, вы являетесь обладателем карточки лояльности «Беларусьнефть»? Нет никаких карточек у меня, нет уже. Вы заправляетесь на заправках «Беларусьнефть»? Иногда да. Иногда, то есть, ну, зеленая, не зеленая такая карточка, карта-заправка, на которой написано, есть у вас такая? Нет. А, так я о ней у вас и спрашивал. В таком случае, я думаю, так как все совпало, я вас поздравляю, вы являетесь обладателем главного приза. Сегодня у нас проводился вот буквально сейчас розыгрыш рекламной игры «Март на драйве». Вы выиграли 30 тысяч белорусских рублей. Вот, комиссия сидит рядом аплодирует. Это не розыгрыш в том смысле, как вы себе это представляете, а абсолютно серьезная информация, что розыгрыш состоялся, и я вас с этим поздравляю. Вот, совсем скоро с вами свяжутся сотрудники компании, и вам расскажут, как и где вы можете получить свой приз. Поэтому просто спасибо вам огромное. Еще раз спасибо за то, что вы заправляетесь на «Беларусьнефть». Пожалуйста, пожалуйста, сказал Олег Георгиевич. Вот, хорошего вам вечера, да, хорошо вам потратить эти деньги. До свидания, всего хорошего. Растерялся человек, думаю, какие карточки. Да, я не думаю, что растерялся. Я думаю, что всегда у нас есть такое ощущение недоверия, что что-то сейчас случится, или просто кто-то хочет разыграть. Но мы-то разыгрываем на полном серьезе. Хотя, мне кажется, само по себе розыгрыш на полном серьезе – это какой-то оксюморон. Вот я вернул словечко, это вернул. Ладно, победителя мы поздравили, обладатель, точнее, главного приза. У нас еще осталось 300 призов утешительных по 50 тысяч рублей. Ну, то есть, это сертификат. Не 50 тысяч. Я каждый раз хочу сказать 50 тысяч, и больше, чем главный получается. По 50 рублей, конечно же. Итак, что мы делаем? Я сейчас снова извлекаю все шары. По тому же принципу будем определять первого победителя, а точнее, первого обладателя утешительного приза. Сейчас я извлеку. Так, вращаю, вы слышите, что в барабане ничего нет, все 10 шаров на месте. Итак, у нас снова, как мы помним, 155 тысяч 889 номеров участников. И я загружаю, так как у нас первая единица, загружаю 0 и 1. Сейчас я только их найду. 0, господи, где же? 0 и 1. Сейчас тоже обнаружу его как-нибудь. Где же единица? Единица. Забрасываю их. Помещаю. Значит, лототрон. Не глядя, перемешиваю еще раз и извлекаю какой-нибудь шар. Это у нас 0. 0. Это значит, что в лототрон мы сейчас загружаем все шары от 0 до 9. Единица там находится, как вы помните. 0 у меня в руках. Я его забрасываю. Ну и все остальные шары демонстрирую вам. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Я теперь понял, почему он так отреагировал на вопрос. Есть ли у вас карточка? Никаких карточек нету. Никаких карточек, Олег Георгиевич. Типа сейчас начнут спрашивать, какой-то номер карточки, да, пин-код от карточки и прочие дела. Хотя какой пин-код в карте лояльности? Итак, первая цифра у нас была 0. 2. Забрасываю обратно. Единица. У нас сегодня на единице пользуются популярностью. Вот 0.2.1 сейчас. Там было 0.1.2, сейчас 0.2.1. Самое последнее дело, это какие-то закономерности искать. 7. Как было в прошлый раз тоже. Какой-то разнообразие. Мне кажется, да, все должно быть непредсказуемо, но не в этот раз. 4. Сразу видно, есть шары другие, да? Да, да, да. Может, они как-то просто там сбились в конгломерат какой-нибудь, хотя конгломерат это же не то. Конгломерат это когда разного размера. Последняя цифра выигрышного номера, первого выигрышного номера обладателя утяжительного приза. Ноль. Апирс Белоозерска. Милев Петр Иванович. Петр Иванович. Белоозерск. Белоозерск. Прекрасный город, там береза еще рядом находится. Мы напоминаем, что первый выигрышный номер вот мы сейчас узнали, а следующий формируется последовательно следующими двумястами, девяносто девятью победителями становятся последовательные участники игры с номерами через каждое 600 номеров от последнего выигрышного номера участникам игры. Ну, то есть плюс 600, плюс 600, плюс 600 и так далее мы определим обладателей утешительных призов. В принципе, мы подвели сейчас, точнее, мы все необходимые розыгрыш провели. Я хочу узнать у нашей комиссии, все ли в порядке, правильно ли прошел розыгрыш главного приза и утешительных призов. Победители определены верно, розыгрыш состоялся, замечаний нет. Спасибо вам большое за внимание, мы поздравляем победителей, ну и продолжайте участвовать, вам должно обязательно повезти. Заправляйтесь на Беларусьнефть. Всего вам хорошего, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова